всем привет youtube привет вот очередное видео посвященное вот этому чудо-юдо прибору хот-боксу вот у нас мы видим на этот раз уже немчик металл до этого у нас по крыше мы корейский металл это honda gets был до этого еще у нас был вот но не знаю но на узбекский металл это металл господи деу джентра но металл скажем так слабенький теперь посмотрим попробуем на вот этом капотики что он может что он хочет как с ним можно воевать вот капот в общем-то более-менее целый здесь только вот такая царапушка шишечка есть вот ну как бы в общем и целом я показываю что капот живой и целый вот где-то там маленькие нюансики есть вот что-то как-то а в общем для своей цели в качестве учебно-тренировки ленировочного капота он очень очень даже нам подходит вот ну для начала я его немножко сейчас за мою вот слегка по полирну вот чтоб хорошо все красиво видно было вот посмотрим как будет сниматься опять же вот я не знаю вполне возможно что черный капот хорошо будет сниматься в камере и вполне возможно что-то добьемся но опять же немчика мне посоветовали ребята попробовать кто в этом так сказать соображает почему потому что вот на этом капоте я на джентровском пытался там поднять металл смысле нагрел он там шишка поднялась вот прошло время металл остыл шишка упала вот на немцах не искали такого не будет нагреешь шишку поднимешь и она останется то есть если перегреешь или переподнимешь ну вы поняли о чем я хочу сказать то надо будет эту шишечку забивать вот будем пробовать пытаться теперь сейчас включу еще вспышку тут интересный капотик этот похожий вот на опелевский на аудюшный ну я думаю я включил вспышечку и вот такой капот у нас изнутри вот такими чашечками интересными вот ну доступ все равно конечно же тут будет тут просветы в эти просветы по идее можно залезть крючком но в свободном доступе конечно довольно таки мало но бог с ним сейчас начнем потихоньку заниматься все станет на свои места вот это опять же проба попробуем посмотрим свои силы что можно что нельзя что получится что не получится на капотик у нас вот просто интересно и опять же это все по просьбам моих зрителей которые пишут в комментах что вот возьми хот бог с ними нам интересно скажи свое мнение вот чё ты как ты считаешь как ты не считаешь ну и так далее вот пожалуйста очередной вам небольшой фильм будет продолжаем приводить капот в порядок вот я его слегка вымыл потому что он там валялся на мусорке на автомобильной где выкидывает он тут подраненный был этот мерсик вот сюда вот в это место и решили что восстанавливать его наверное не надо хотя в принципе ерундовая так сказать поломочка наверное показка машина дорогая это мл коммерс вот и естественно там все это оплачивается поэтому наверное заказали поставили новый капот потому что сделать такое повреждение не представляется никакой сложности а в остальном во всем капот как бы хороший красивый ну это как говорится не наша проблема наша задача сейчас я его опять же вы мою чуть полирну чтобы он был чистенький и опять же если поэкспериментировать и потренироваться вот то чтобы деталь была чистая хорошего отражения было и все но опять же из грязной детали возиться даже противно вот ну все продолжаем вот вот уже так сказать еще влажный сейчас насухо еще раз протру вот он уже под вымытый здесь вот пока он валялся вот такие царапки на нем появились ну естественно кожавчина уже как говорится ненужная поэтому ее не берегут вот здесь раненые он немножко вот уже можно попытаться сделать вот такую вот вот такое повреждение вот ну что сейчас высыхает вытираем его и чуть-чуть полирнем полируя полиролькой мендзерновской вот она мне очень нравится конечно у меня мендзерна скажем так устаревшая потому что я люблю все про запас брать в интернете уже видел там и упаковки новые на мендзерну и наверно название новые надо будет зайти на сайт посмотреть но опять же повторюсь я люблю все брать запас потому что у нас тут что-то хорошее купил взял там упаковочку на пробу понравилось пошел две взял кончились потом магазин приходишь вот такого номера нету или вот этого нету и вот начинается а я посмотрел попробовал понравилось пошел набрал так что можно там два-три года работать и работаю вот в частности мне нравился грунт на волк прекрасный грунт спектрал андер 325 все вот я его брал в запас и упаковками брала теперь его нету а вместо него всякую ерунду предлагают или других производителей опять же бери пробуй пока ты это все распробуешь вот поэтому я и набираю вот из-за этого у меня и этого полироля еще много ну не об этом речь сейчас будем полироваться повторюсь вот такой я мендзерной пользуюсь это один из вот шкала абразивности по максимуму здесь это я считаю первый номер как бы вот фамилия у нее пг 1000 вот ну и и вот вот так вот чуть освежим конечно эти царапины не уберутся вот такие вот ну в этом необходимости и нет такой вот ну другой стороны он заблестит уберутся всякие ненужные мне моменты и будет работать более комфортно и хорошо вот такой вот красивый капот у нас получается сейчас чуть я его подрасполирую под растер вот пришлось уже пару раз чистить круг потому что грязи тут на нем прилично было и моментально забивается кружочек и его приходится немножко приводить в порядок вот тут я уже попробовал вот шишечку надул вот и прожег сильно перегрел даже спухло все у меня тут небольшое подозрение возникло какая-то покраска честно говоря хотя хотя скажем так какая-то неаккуратная и неоднородная но такие машины по идее должны красить как бы получше хотя по толщине вроде как завода почему потому что ну в общем сейчас покажу почему постараюсь вот навести такое какое-то сухое все покрытие ну трудно передать но скажем так как-то сухо очень и немножко неоднородно как лак такой слегка под закипевший что ли и опять же повторюсь неоднородно где-то так где-то сяк ну может конечно так как mercedes и ml красят я не спорю но при ближайшем рассмотрении как-то немножко ну сухо очень ну да ладно померились сейчас замываем все это дело спиртиком потому что после полироля могут остаться какие-то масла или что-то чего-то выбираем и начинаем пытаться чего-нибудь сделать как и говорил вот спиртиком брызгаем все это дело замываем капот большой у нас так вот так вот пусть немножко откиснет вот и запах тут такой стал без огурца прям плохо вот сейчас он чуть возьмет свое вот стало проявляться отгаде царапинки проявляется все это немножко как поднимает вот вытираем и в принципе можно приступать уже что-то пробовать я его так слегка подраскрепил тут здесь надо будет еще раз крепить чтобы он никуда у нас не убежал вот и тогда уже начать заниматься вот еще раз покажу все царапинки все проявилось что на нем протерли мы капот вот и вот нашел я на нем такие вот артефакты явно тут что-то было ремонтное еще до того вот такая вот картинка ну то бог с ним вот у нас продезинфицированный стерильный капот теперь теперь можно начать им заниматься экспериментировать попытаюсь снять поставил на штатив снимать буду все подряд долго и скучно поэтому кому не нравится как говорится могут не смотреть вот ну что нашел я вот в свободном доступе окошко вот здесь и и и и и вот так вот выставляем здесь ровная поверхность как мы уже можем видеть здесь под низом я вижу находится окошечко такое через которое можно в принципе достать в свободном доступе вот такая вот красота у нас есть круглая вот это в качестве инструмент для того чтобы делать умятины вот такая умятина получилась сейчас попытаюсь на нее настроиться так тынь-тынь-тынь-тынь ага вот резкость навелась вот первый мой так сказать опыт здесь у меня сейчас будет подвесик становиться и в принципе вот здесь есть доступ к этой вмятинке пока на паузу ставим так включаем наш чудо-юдо аппарат ставим на полсекунды к сожалению вот он он наш аппарат но нас интересует вот она наша вмятина попытаемся поснимать опять же насколько это у меня получится я не знаю вот берем крест-накрест ее проходим ну честно говоря видно что здесь металл поднялся но тем не менее остывает вот я вижу и края все видны вот сейчас посмотрим температурку посмотрим температурку видно да 30 градусов можно еще раз пройти и думаю в этот раз всем все видно будет опять же поднялось мне конечно видно получше чем в объективе ну извиняюсь так резкость наводить вот в принципе мятинка вышла ну вот края от нее я как бы вижу их надо забивать но опять же все это субъективно и вот я с краев как бы сгартываю в кучку от краев к центру прошелся так автофокус автофокус не хочет наводиться ну вот еще проблемы так что нибудь надо положить так ну вот мы видим все остыло и в принципе ну вот оно наше это место вот что значит металл хороший от немцев вот вот точно так же покажу я тут спалил правда покажу это место я решил просто посмотреть вот и получилось и шишка у нас вот здесь сейчас покажу вот и шишечка у нас здесь получилось и вот он припаленный лачок ну вот видно было да вон ну наводись ты наверное надо чуть потише свет сделать ну не в этом дело теперь вернемся вот к нашему месту которое было повреждено вот прекрасно получилось на немецком металле на немчике на мерсике вот единственное что осталось глазу это видно вот здесь края вмятины которые надо просто слегка присадить ну в данном случае это ерунда то есть вот пожалуйста на немецком металле я надеюсь что это немецкий на нем он прекрасно вмятину достал сейчас я ее немножко обстучу как говорится подровняю и сделаю уже более маленького диаметра вмятинку вот вот опять же ну это уже второй как бы момент до этого мы вот пробовали на хондае все это дело вот там тоже получалось но не так хорошо вот а на немецком металле вот собственно технология работает и работает неплохо и в принципе я ничего даже на этой вмятине не пробивал как обычно допустим надо края разгладить ну я посчитал что вмятина и так достаточно мягенькая пологенькая и посмотреть на возможности да он поднимает ребята работает елки-палки приятно конечно почему потому что еще раз повторюсь когда-то когда мы были маленькими было такое так сказать в шутку люди говорили что техника в руках дикаря кусок металла и они были правы к сожалению он заливает светом но поверьте что это на самом деле так вот у меня тут фотоаппарат я скотчем примотал к такой стремяночке фотоаппарат господи что я говорю фотоаппарат телефон вот и сейчас попробуем может и так лучше будет видно ну факт тот что прекрасно все сделано я потом сниму сейчас немножко здесь пробью и сделаю мятинку поменьше но уже чуть поострее уже другой штукой а сейчас посмотрим опять же ровное место у нас давай наводись берем опять же вот такую штучку и делаем ба-бах вмятину раз вмятину два вмятину три и четыре вот такой ученический град получился да ученический град да все верно может поснимаешь женя да нормально вроде снимает видно да мне нравится как снимает вот по крайней мере левую вмятину видно изумительно такую вот эту вот вот эту и вот эту вот видно хорошо вот две вмятину у нас видно берем опять зажигаем там запись идет зажигаем аппарат делаем на полсекунды его и что вот вмятина видна берем ее вот так шишка пусть остывает берем вот эту вмятину брынь тянет засранец да а вот на другом металле нифига не тянет а на немцах тянет вот я прям на центр ставлю и поднимаю ее опять это вот остывает даже вроде не поджигает да не ну поджечь можно где там видно давай я подожгу не понятно зачем вот вот тринь 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 сейчас опять беру дрынь поднял дрынь поднял вот чтоб не сжечь сжечь то это любой дурак сумеет а вот сделать и не сжечь и чтоб все было красиво тут уже вот 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 такие шишечки я им надуваю как бы в кучку сгартовую я не знаю как там крестиками ноликами это делается вот ну в данном случае я как бы металл этот пытаешь наоборот вот так поднять от краев к центру вот 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 шишечки надуваются вот в принципе вот хорошо и металл поднятый остается у нас не ну там еще вот две у нас вмятины одна вот она одна вот ну вот я вижу что тут ни хрена не видно сейчас мы снимем вот у меня товарищ подошел он поснимает в реальном поснимаю я видно ее да вот вмятина сейчас мы края немножко так сказать облегчим себе и аппарату жизни быстренько слегка подгладим в принципе даже вот так даже вот так даже вот так подгладим вмятина правда в одной площадке все это ну вот видно да вы настучали ее почти не видно вот она вот да нет ну чуть-чуть видно конечно ну вот сейчас попытаемся мы ее вот поднялось опускается опускается вот вот и все сейчас я уменьшу яркость у мятинки практически не осталось вот вот здесь она была и нету вот эту поснимай чуть-чуть видно я да вот сейчас мы ее без пробития поднимаем вот шишечка тут такая вздулась в этом месте и вот метальчик оседает даже вот здесь еще видно что немножко не дотянут металл вот немножко не дотянут я вижу я вижу ура заработало как в том мультике говорят вот такой вот замечательный аппарат вот единственное если бы он стоил тысяч двадцать двадцать пять как китайский вот тогда по моему цены не было я бы его точно себе купил потому что вот так взять немца на работу себе и вот так играючись это все сделать это было бы превосходно уже на одних немцах он бы вмигом окупился а так конечно мы не в москве тут поток машин такого нет как на автосервисах это все больше я занимаюсь так сказать для себя можно если так сказать ну в принципе я вот смотрю даже без всяких пробиваний и прочего достаточно быстро хорошо и корректно металл поднялся металл послушный не зря мне говорили что на немцах этот аппарат будет работать эффективно на всем остальном надо пробовать вот такой разговор был так что вот чудо юзеры бакит тхотбокс 02 работай подписываемся на канал ставим лайки до вот 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 и на